Всем привет, сейчас стою на остановке, жду автобус, чтобы домой с Шараги приехать, у нас дождь фигачит и смотрю, мне приходит уведомление от Косгеймс. Захожу и вижу 5 новых скриншотов, которые они выложили. Разумеется, я ссылку оставлю в описании на их группу, на их конторку, поэтому можете заходить, смотреть, следить за новостями. Так, ну что, начнём, я не хочу лить воды, единственное, скажу, блин, не спрашивайте в комментариях, когда выйдет обновление, я не знаю, никто не знает. Ни год, ни месяц, ни число, ни дату, ни минуту, ни секунду, ничего, никто ничего не знает, поэтому можете не спрашивать это в комментах. Так, ну ладно, всё, погнали, первый скрин, на нём мы видим серпов, как я это понял, да легко, на фоне стоит обзорное колесо, по которому мы можем понять, как раз-таки, что это серпов. И мост железнодорожный, по которому едет поезд, который мы видим впервые, да, до этого тепловоза не было, да ещё и с дымом, то есть что-то новенькое, какие-то новенькие эффекты у нас появляются. И три пассажирских вагона, ну и всё, больше мы тут ничего нового не видим. То есть, грубо говоря, железнодорожный трафик расширится и локации станут более разнообразны, конкретно серпов. Возможно, это что-то новенькое, возможно, что-то изменит, ну, там, одну из улиц серпового, допустим. Всё, погнали дальше. Это тоже скриншот с поездом, и это 2Т-10М, только почему он тут один, я не знаю. В Рео они обычно так ездят, это 2Т и есть 2Т. Не знаю, почему тут так, может, это норма, я чего-то не понимаю. Но, тем не менее, тепловозы у нас грузовые появятся, здесь у нас ещё и грузовые вагоны. Параллельно с поездом мы видим ЗИЛ, в котором лежат строительные, ну, принадлежности, так скажем. Я не знаю, как это назвать. Бетономешалка, ручная, катушка для кабеля, компрессоры, всякие лопаты, кольца бетонные, вижу. То есть, строительный хлам такой, полезный хлам, не мусор, но хлам. Вы меня поняли. То есть, грузы здесь станут более разнообразны, чего-то новенького добавят. И, аллилуйя, добавили железнодорожные семафоры, обозначительные столбики. То, что рядом, железная дорога и шлагбаумы. До этого были просто 2 знака и всё. Слушай, идём, это что у нас уже, 3-й скрин. Ну, он мне, меньше всего меня привлёк, так как всё, что мы здесь видим, это бетономешалку. Её не было. Пост ДПС, где стоит полицейская, вроде бы, семёрка или пятёрка. Если что, исправьте в комментариях. Не знаю, это новая локация или нет, я её не помню, потому что я в Мотро ДПО очень давно не заходил. Я очень давно это не снимал, всё дело. Поэтому тут также поправьте меня в комментариях, если я не прав. Ну, и тут я больше не знаю, что тут обозревать. Идём дальше. Четвёртый скрин, и на нём у нас ферма. Элеватор, ангар и гараж. Потом там стоит комбайн вдалеке, но это декорация и только, не более. А также зерновоз с прицепом. Я тоже не помню, был ли здесь зерновоз. Также поправьте в комментариях, блин. Кто первый раз меня смотрит, скажет, что за ютубер, он сам не знает, что снимает. Что ж, новая локация, как минимум. Возможно, новый грузовик. Да невозможно, а точно, мне кажется. Зерновоза я не помню. Ферма, новые рпшки, новые идеи. Ну и пятый скрин, от которого, ну, все офигеют, наверное. Да, это квартира, друзья. Не, как говорят, не сыханно, не ганно. Ну, неожиданно, в общем, появился у нас такой скриншот. Это квартира для нулевых очень свойственная. Даже у нас календарик 2002 года висит. И окошко мне понравилось. Почему? Да потому что здесь не просто текстура, а реально прозрачная хрень. Как стекло, модель. Через которую мы можем смотреть. То есть мы смотрим не на текстуру черную, а реально можем выглянуть из этой квартиры. Что очень радует. Всю квартиру, конечно, не показали. Да, возможно, это хотя где-то туалет, ванна. Но я думаю, это не вся квартира, это только часть. Вот, то есть все, у нашего игрока теперь наконец-то есть дом. Он наконец-то не бездомный, мы можем появляться здесь. Что очень радует. Ну и все, собственно говоря, все скрины закончились. Ну и на этом, я думаю, можно закончить, больше мне нечего сказать. А опять же, повторюсь, для особо одаренных, я не знаю, когда выйдет обновление, никто не знает. Все, теперь я все сказал, все, что хотел. Встретимся в следующем видео или на стриме.